Итак, папа вчера весь день провел на крыше, полдня я ему помогала, мы делали проводку, потому что когда нам делали крышу здесь, наш фонарик с той стороны не светился, потому что мы провод перерезали для того, чтобы все это сделать нормально, цивильно чтобы было. Папа вчера положил уже эти листы, так что теперь здесь навес есть, смотрится конечно вообще очень круто, уже шел маленький дождик, не надо бежать сразу, знаете, раз и прятаться в туалет условно, теперь тут можно и постоять. Вот, делали мы проводку, разбирали тут половину досок вчера для того, чтобы спрятать провода, чтобы было красиво и прикрепили листы, но папа их крепил сам, я потом вечером с мамой приехала и чуть-чуть ему помогла, но совсем капелюшечку, видите такие кружочки торчат, я вам покажу на что крепятся эти листы. Сейчас тут папа делает проводку для того, чтобы вернуть свет в туалет и туда в конец участка, но я хотела показать вам просто чудо техники, смотрите какие домики, и вот такие домики они подставляются под лист, лист же идет волнами, и получается под волну подставляешь и закручиваешь вот сюда, то есть я снизу вот здесь вот держала на дощечку, подставляла эту штуковину, сверху папа кладет лист, но он уже лежал, я просто просовывала и присверливает вот такими элементами крепления, они вообще такие прикольные, они тоже для этих листов, видите, сделаны, смотрите, под такой размер и под такой, у них тут такая пластиковая штуковина, но очень неудобно с ней, знаете почему, вот видите, вот для вот такой волнистой крыши, очень неудобна вот эта штуковина, потому что здесь инструкцию плохо видно, надо сначала просверлить дырку в листе, потом вставить эту пластиковую прозрачную штуку, потом ее придержать, потом вставить туда этот гвоздь, в общем, все очень сложно, намного проще, мы брали вот эти гвозди, вот эти домики, и так, пим, и все, в общем, ну, чудо чудесное, ну, а тут папа сейчас разбирается, разбирается, в общем, уже, уже вид меняется, преображается и очень становится тут комфортно, будем же дальше обшивать, кирпича этого не будет, будем дальше обшивать вход здесь, ну, и здесь делать планки деревянные, как на беседке я уже говорила, в общем, красота вот такая получается, но навес здесь мне очень нравится, а когда не будет листьев осенью, будет еще красивее эта конструкция смотреться, сейчас ее практически не видно, но осенью будет вообще бимба, и весной, естественно, ну, и нам осталось еще, конечно, тут конструкцию для бака сделать, потому что тут она на распорках пока что так и стоит, но столбы уже прикручены, немного, конечно, шатаются из-за того, что они высокие, но они будут отпилены, и где-то высоко будет стоять бак для того, чтобы напор был еще лучше, потому что папа то насос хотел туда вставлять, и вот знаете что, я не докрасила вон тот торец, ну, и не без замечаний, конечно. Хорошо, что папа вчера сделал навес, потому что у нас пошел дождь, но он такой смешной, вот смотрите, видите, он как снежок, его не слышно на листве, вообще не слышно, нигде не слышно, вот так вот вдаль его не видно, а вот видите, на темном фоне видно, как снежок такой маленький, но уже намочил, смотрите как, такой прикольный вообще, ну да, так не видно, а вот на темном видно, классный, такой как с пульверизатора, даже не такой, а просто реально как снежки маленькие. Итак, настал вечер, папины работы все по электрике закончены, теперь у нас и там свет, возле кокона на куст светит, и камсис подсвечен, вообще так красиво там, но основное здесь, тут у нас теперь иллюминация, теперь, между прочим, мне не страшны никакие йети, которые вот где-то здесь обитали раньше, теперь мне вообще не страшно, во сколько-то бы ни было идти в туалет, смотрите как там, ну тот свет был у нас, вы знаете, я вам показывала, просто очень оно так красиво смотрится, и здесь, ну во-первых, горит вот тот наш большой фонарь, который мне очень нравится, мы его не хотим убирать, он такой красивый, уличный, и вот этот свет папа повесил, она один из столбов, кто-то в комментариях спрашивал, зачем эти четыре столба огромных, таких высоких, там где-то на вот этом уровне будет стоять бак, для того, чтобы была вода в душе, для того, чтобы папа уже хотел ставить туда насос, нагнетающий воду, в общем, ну мы решили, что летний душ должен оставаться летним душем, и пусть вода течет под своим собственным весом, под своим напором спокойно, теперь тут хосты так красиво подсвечены, они как раз цветут, не знаю, может бизнесом заняться хосты продавать, они правда по 20 гривен, смотрите, у нас тут они разрослись, деток полно, продам хосту, недорого, вот, и поменял свет на другую лампочку в туалете, не знаю, как, ну ее так не покажешь, там выключатель, и наш навес, дождик был, как вы уже знаете, я вам показывала, в общем, просто красота, теперь никакие йети не страшны, ха-ха, вот так вот. Итак, прошел еще один день с папой на даче, и сегодня мы сделали с ним подпорку под водосточную трубу с желобком, такой же деревянный столб, как и беседка, и как и вход в туалет, душ, он-то и так держится, но когда снег, дождь, весной лед, папа боялся, чтобы это все не обвалилось, не рухнуло, потому что, ну, самое стрёмное, это весной лед, вот, поэтому мы сделали вот такую подпорку, завтра мне надо будет это все немного подкрасить здесь, там, где на срезах торцы, ну, и тут подмазать, чтобы столб выглядел симпатичнее, это все равно все будет, кстати, переделываться, потому что мы будем переносить этот бак куда-то, в общем, у папы грандиозные планы, смотрите, кто со мной, кто со мной пришел экскурсию проводить, да, вот, и поставили второй столб вот здесь, вот тут уже не желобок, а просто подпорная доска, просто потому что не получилось у нас сделать желобок, из-за того, что эта доска узкая, и те доски сильно высокие, и они будут сдавливать, если мы их соберем вместе, как бы, они будут сдавливать трубу, и это плохо, там они, как бы, половинчатые такие, не знаю, как показать, ну, да, вам плохо видно, то есть труба там не сдавливается, она там просто в нем лежит, а здесь, получается, таких больше досточек у нас не было, и мы сделали просто подпорную вот такую штуку, ну, и как вы сами догадались, столб не в цвет коричневого дерева, и поэтому мне его тоже нужно будет завтра прокрасить, и, кстати, этот столб немного не передают, он кажется желтым, но он не настолько яркий, вот как на камере, он немножечко с зеленцой, не знаю, где это показать, эту зеленцу, ну, вот тут вот он прям у нас вообще зеленый, вам, вот, как бы, видно, что здесь зеленое, это он уже обработан антисептиком, причем года 4, наверное, назад, так что я лучше, наверное, еще раз завтра обработаю антисептиком, ну, и торцы, высохнет и прокрашу, а вечером поеду в город, но не вечером, а после обеда, а вечером у меня маникюр, поэтому я дела все поделываю, и на маникюр, и на маникюр, потому что уже... Короче, уже ужас, просто ужас, ужасный, кошмар, о, о, гляньте, полезла под эту, Мария Ивановна, полезла под пленку, вы видите, да, да, вон лапа в дырке торчит, чудовище, итак, у меня утро доброе, а если утро не очень доброе, то утру поможет хорошая, веселая музыка, у нас сегодня с вами много дел, но это смотря, как я успею по расписанию, если вы заметили мою индийскую точку во лбу, то, да, я вяза, наверное, меня где-то продула, короче, теперь вы все видео будете смотреть на этот вулкан, рога растут у меня, что поделаешь, шучу, короче, хотела сказать, что нам сегодня нужно вот это все разобрать, потому что в хламе жить, как сказали родители, нельзя, я как бы, ну, я просто не знала, что с этим делать, я как бы не хозяйка тут, и, в общем, вот как-то так, Мария Ивановна ждет, когда она выйдет уже на волю, хотя она там была буквально совсем недавно, отнести ветки, но самое главное, нам нужно прокрасить те торцы, которые я не прокрасила, когда красила, короче, и еще нам нужно скрыть, наверное, второй раз антисептиком вот этот столб, хотя, блин, но он, по-моему, вскрыт, но он такой зеленоватый, мне кажется, он вскрыт, но от греха подальше вскрою еще раз, и если он высохнет, покрасим, вот, перенести дрова, ну, в принципе, спрятать тачку, короче, все такое по мелочи, какой-то оставшийся строительный мусор, выкинуть, ну, в общем, чтобы дача стала дачей, а не местом строительства, потому что мы, в общем, мы у тех ребят, которые делали нам дом, узнавали, чтобы его обшить, потому что, ну, я же уже говорила, что теперь красивая крыша не подходит к дому, и вот эти уже раньше, в 90-х модные оранжевые вставки, кирпичики, оно уже совсем, конечно, здесь не смотрится, и папа хотел обшить тоже в таком же темно-коричневом, со светлом стиле, ну, получается, как дом соседей, но это такое чисто совпадение, наша беседка темно-коричневая появилась задолго до них, в общем, обшить, здесь сделать имитацию кирпича, получается, как-то так, на краях, здесь какой-то, в общем, не знаю, что там папа хотел, он узнавал у тех рабочих, которые делали нам крышу, это получилось не сильно дорого, не сильно накладно по деньгам, поэтому мы решили как бы делать, но строители заняты, поэтому они будут заняты аж до октября, поэтому или в октябре, что вряд ли, или уже в следующем году, просто папа хотел, говорит, ну, раз у нас уже тут такое строительство идет, может уже в этом году его и обшить, но так как ребята заняты, они там делают кинг-пиццу, новые два цеха, они там открываются, и они делают, что ты плачешь? Муся плачет, на улицу хочет, не смогут нам ничего сделать, но мы не отчаиваемся, наверное, следующим летом у нас опять здесь будет стройка, она там просто какую-то мышу нашла, и теперь покоя не было, кошки, понимаете? Короче, берем антисептик и идем вскрывать, а потом уже будем относить досточки, просто потому, что как раз может быть этот антисептик и высохнет, и я смогу покрасить стол, потому что он некрасивый сейчас смотрится. И так, я уже и там, и тут покрасила, поэтому будем разбираться с дровами. Кстати, хотела рассказать, пока у меня тут отдых небольшой, пока еще лестницу не отторабанила, что папа заезжал в Лавшаш и покупал вот такой компот. У меня мама варит нереально вкусные компоты, но папа приехал раньше, чем мама на один день, поэтому мы оставались без компот. И папа заезжал, покупал лиле-кебаб, шашлочи и всякое такое, и, короче, ему предложили компот. Он говорит, ну, раз мамы нет, возьму компот. Нереально вкусный компот, вообще очень классный, непонятно из чего, тут нет ни состава, ничего, вообще ничего. Говорят, просто из ягодок, очень вкусный, пробуйте. Да, реально очень классный, очень вкусный, и он не сладкий, то есть, как бы, когда жарко, его очень удачно пить, потому что пить потом не хочется. Но этот уже забродил, но этот еще нет. И поэтому я буду пить его с горла, потому что я одна, и больше никому не отдам этот компот. Или он пропадет, или я буду пить его с горла. Холодный, правда. О, это нереально вкусно. Класс. Мама, короче, с тебя компот. Итак, я прикатила тачку. Знаете, так обидно, что приходится использовать новую тачку, потому что старая уже покрашенная, а новая мне жалко, короче. Она такая классная, мне так нравится. Сейчас буду перекладывать это туда, чтобы поехать за дом, и там это все порубить. Короче, цветок наш, петунья, засохла, знаете, мы ее купили, когда она была в самом соку, и поэтому, мне кажется, она быстро как-то пришла в упадок. Подметать я сегодня не буду, металла пусть стоит, потому что, посмотрите, все, осень пришла, листья на винограде желтеют, и осень пришла, и Мария Ивановна пришла. Как удачно. Да, Мария Ивановна? Заходите. Так, сейчас будем перекладывать все это дело. А-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та Перчатки, перчатки, перчатки Не мои перчатки О, перчатки Нам нужны перчатки Так, ну на борщ хватит Эти я начала раскладывать здесь Там еще длинные будут Ниже, ну в общем На шашлыч пока хватит, не знаю куда деть Этот пень, он меня бесит Он мне не нравится Короче тут бы еще поубирать Ну тоже непонятно что куда девать И непонятно куда девать допустим вот эти Доски Тоже их что ли ломать И полить Для шашлыка, но они в краске Непонятно Непонятная ситуация, поехали за второй дозой Мария Ивановна, я смотрю вы пришли И легли возле блокнота, вы хотите записать Какие то свои умные мысли в блокнот Нет Вы хотите Наверное просто кушать Так вы кушали недавно, отстаньте Ладно Разложила я в общем то все дрова Конечно мне тут не нравится Я не знаю чем их накрыть Потому что этой штуковиной Обычно мангал накрываем Короче Сделала себе костер из таких Которые уже никуда И сюда уже не лезут Кстати это можно тоже закрыть Так что мама с тебя Борщ на плите Очень вкусно получается на огне борщ Сделала себе костер Не знаю пусть погорят Те которые Никуда не попали Короче об этом Мне радости Меньше складывать Итак мой кофейный перерыв закончился Снова беру перчатки И теперь мы идем красить Ну я кстати думаю что скорее всего Уже высохла Высохла наш столбик И все эти части Которые я прокрасила Ну-ка Да Отлично Смотрите он стал темным В общем снова раскладываю лестницу Это вот я больше всего ненавижу Так это лестницы Таскать туда-сюда Носить перекладывать И красим Итак видите получается как-то так Столб хоть и не шлифованный Но все равно в один слой Он получается не сильно темно-коричневый Две стороны я покрасила Сейчас принесу лестницу Покрашу сверху И покрашу еще две стороны Ну вот Как-то так Ну высохнет завтра Нет завтра не получится У меня в среду Значит послезавтра Покрасим вторым слоем Для того чтобы он был Такой же темный Как и тот Итак я была в городе Как вы можете заметить Я одета И я в машине Следовательно я не на даче В общем сделала маникюр Сделала опять же короткий Потому что нужно помогать папе И мне как оказалось удобнее брать Инструменты Всякие деревяшки Когда ногти короткие А то когда они были длинные Они подламывались Надламывались Было больно неудобно Короче поэтому они видите Вообще коротюсики Их практически не видно У меня просто ногтевая пластина Длинная Сделала коралловый Хотела какой-то сделать Спокойный такой Но потом увидела У своего мастера Коралловый И решила сделать Как у нее Хотела в прошлый раз Ну В общем Вот так-то Поехала я на дачу Всем большое спасибо За просмотр Я надеюсь Вы посмотрите это видео Как можно быстрее Они стали немного короче Но чаще Тоже есть какие-то свои плюсы В общем Всем большое спасибо За просмотр Всех целую Всем пока-пока Если вы хотите Вдруг знать Как я доехала На дачу То я вам говорю Со мной все хорошо Несмотря на то Что темно Я сижу на улице Достала уже Ноутбук И буду вам Монтировать видосик Вот этот Вот Поэтому Всем приятного Вопроса Смотра Прошлого Наверное Муся тут с ума сходит Веселуха Дачная жизнь Она такая Субтитры сделал DimaTorzok